И так мы продолжаем, и ребят, да, давайте-ка мы все-таки, тут конечно и моя ошибка была, но все же давайте мы оградим Ханкая от Геншина, Геншин от Ханкая, и перенесем обсуждение этих игр на разные стримы, потому что у меня мозг точно рано или поздно взорвется, он это не перенесет, он это не переживет, и ему будет очень-очень плохо, поэтому как бы вот. Что ж, поехали, посмотрим, что за подземелье, какое испытание оно нам приготовило. Так, хорошо, у нас разные уровни первого испытания. Зловищее владение, владение, подземелье, окутанное загадочным туманом, здесь опасность поджидает за каждым углом, повсюду смертельные враги и ловушки. Только храбрые и умелые воины смогут успешно пройти это не испытание. Так, 1800 скрижарей нужно. Так, руинный молотильщик, это хлам, хлам, хлам. Да вы... Чего? Ну я надеюсь это... Как бы... Ладно, на что я надеюсь, погнали. Так, коза, джин, казуха, деда, сяо, цица, ёмочка и хутава. Всё. Что? А? А? Ну ладно. Так, подождите, нам нужно, нужно, нужно нам... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот. Призывает духа Пурги, который постоянно атакует кружающих врагов, нанося крею... Нет, нам нужно что-то. Призывает духа, который постоянно атакует кружающих врагов, гидроурон, да? Не знаю, что сделал, но... Да, ладно, поехали. Первое испытание, нам просто, просто, просто глянуть. Просто посмотреть, что это такое. Да, мы же будем разбираться, как нам с этим жить. Странно, мистическая палата Амёни выглядит какой-то особенной. Действительно. Верно. Но я чувствую, как моя сила восстанавливается. Теперь мне намного лучше. Подождите, посмотрите туда. Здесь уже кто-то есть. Кто-то внутри подземелья? Я не могу в это поверить. Кто может войти в это подземелье? Кажется, я где-то видел. Кажется, я где-то его видел. А, мне было интересно, кто бы это мог быть? Оказалось, что это вы. Скоромуч? Этот голос. Не, подождите, это Скоромуча голос? Я... Тор... Тортик? Я услышал ваши шаги и подумал, кто во всем-то и вате мог осмелиться войти в такое опасное подземелье? Тортик, заяц ты мой. Как там поживает этот... Сидр, кедр? Господи, как же его? Ну как же его, господи, да? Братик ты его. Короче, ты в крово. Ну почти Сидр и почти кедр. Ну где-то среднее что-то между этим. Ага. А, это ты! Потом я услышал твои голосы и все понял. Давно не виделись, Торо. Ты становишься смелее. Чайльд! Ты-то из ничего делаешь! Это подземелье... Подожди, это твоих рук дело? Чего? Кто? А что значит, Чайльд? Чайльд! Привет! Я новенький на твоем канале. Но сейчас я максимум пересматриваю прохождение генера. И первый раз побуду над вам в стриме. Спасибо. Спасибо большое. Ох, Геншина, там почти 300 серий пересматривать. Поэтому все, что я могу пожелать, это удачи и терпения. А там очень много, очень много всего. Спасибо. Ну, Чайльд это Чайльд, как бы... Но можешь называть его Тарталья. Мне даже так привычнее как-то. Привет, привет. А можешь называть меня просто Тарталья? Я... Пайман скажет, кто он. Он тот, кто появляется перед тем, как случаются плохие вещи. Вот. Я не ожидал такого приветствия после долгой разлуки. Ты, сюк, не лезешь обниматься, поэтому нет к тебе никакого уважения. Ты, 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 ты даже знаешь, о чем говорит Пайман. Оби жулики бросила. Вы посмотрите. Она серьезно на него обиделась. Лицо Паймана врать не может. Она не умеет врать, поэтому... Да, она серьезно на него зла. Синьянь не знает, о чем говорит Пайман. Зная Синьянь, если она узнает о действиях Чайльда в Льюэ. Хм, интересный наряд. Думаю, это девушка из Льюэ. Возможно, мне стоит быть откровенным. О-о-о, да, они поняли друг друга. Как насчет этого? На самом деле... Это Искатель Приключений, с которым мы подружились в Монштадте. Чайльд, это просто прозвище, которое мы ему дали. А врать консервочка до сих пор, собственно, не научилась. Чё? Кайзун, привет. Тарталья постоянно все портит. Даже когда опасность очевидна, он безрассудно бросается вперед. То есть делает то, что Искатель Приключений не должен делать никогда. Так что мы иногда немного злимся на него. Спасибо, еще раз, спасибо. Ну, дело полезное, дело полезное. Мне бы тоже еще один аккаунт завести. Но на это совсем нет времени, боже. Кстати, вы заметили, что... Описание Паймана слизано с другого персонажа. Я думаю, даже имя его называть не нужно. Вы сами прекрасно понимаете, о каком персонаже сейчас говорила Пайман. Она просто прочитала карточку немножко другого персонажа. Кайзун, спасибо. Спасибо большое. Да, я и сам не мог бы выразиться лучше. Я тоже Искатель Приключений, и я доставил немало хлопот Паймана путешественнику, о чем я очень сожалею. Браво, Пайман, браво. Вот, Кайзун, еще раз, спасибо. О, так ты из Монштата? Он приятно познакомиться. А я вот из Лиле. Меня зовут Синь-Янь, и мне нравится рок-н-ролл. Отличное, отличное приветствие. Ничего не скажу, вот идеально описывает себя. Привет, привет. А ты пришла исследовать это подземелье? Так вот зачем тортик пришел, вот в чем вопрос. А, верно. Мы пытаемся выяснить, почему монстры из подземелья так активны. Так, а, причина перед тобой стоит, просто пони его и все. По словам Сикидайсё, это подземелье известно как мистическая палата Амё. А в ней обитает множество опасных монстров, созданных с помощью Амёда. Да, только вот подземелье тортика тоже палатой именуется. Хм. Сергей, спасибо за спонсорку, добро пожаловать в нашу зелененькую армию. Просто, вот, вот как бы да. Причина-то, скорее всего, именно вот в этом парнише, который стоит, блин, перед нами. А-а-а. Подземелье, позволившее монстрам вырваться во внешний мир. Какие силы здесь замешаны. Сам я попал сюда случайно, но теперь мне любопытно разгадать эту тайну. Мы искатели приключений. Не успокоимся, пока не узнаем правду. Это в нашей природе. А вы не возражаете, если я присоединюсь к вам? Взамен я могу предложить свою помощь. Серьезно? Кайзен, спасибо, спасибо большое. Да, вот-вот-вот, удача нам пригодится здесь. Учитывая то, что тортик желает пойти с нами в куда? Зачем? Если ты не слышала, я довольно эффективен в бою. Да, вот только небесное крыло мы у тебя забрали, и как бы и все. Ты уже довольно неэффективен в бою. Как думаешь, Тору? Ой-ой, ты же не откажешь мне? Ой, да не будь таким жестоким, Тору. Ты знаешь, какой я милый, сильный, сильно милый. Ладно, все, пойдем. Здорово, спасибо. Ну, не будь у него голубые глаза, он бы с нами не пошел. Вот честно, честно, он бы с нами не пошел. Не пошел бы, нет, нет. Если бы не голубые глаза. Еще одно пополнение в команде искателей памяти Сики Тайсен. Сила в количестве. Нет, нет, не в количестве, но нет же, в качестве. Я полагаю, что Сики Тайсен это бумажный человечек, верно? Он самый. Да. Простой, но увлекательный дизайн. А посмотрите на это маленькое личико. Уверен, он понравился бы моему брату. Это он мне комплимент сделал. Да, можно и так сказать. Наверное. Хорошо. Я хотел бы прояснить текущую ситуацию для нашего нового партнера. Думаю, что да. Да, в региональные ограничения. И в таком случае спонсировать можно только используя VPN. Но да, VPN решает эту проблему. Если выставить регион России в VPN, то все отлично работает. Просто когда в Беларуси нельзя было тоже оформлять, из Беларуси нельзя было оформлять спонсорку, я использовал VPN и тоже подписывался. Ты схватываешь на лету, братец. Либо ты очень наблюдательный, либо пришел сюда задолго для нас. Скорее, второе. Братец? Это очень варьяшное обращение. Мне нравится. Ты напоминаешь мне мою младшую сестру. Ага. Угу. 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 Ну как сказать, он самый милый. Спасибо, конечно. Но где-то за ним стоит мой друг Казуха. И если бы стоял выбор Казуха или Тортик, ну здесь выбор очевиден. Абсолютно. Абсолютно. У Тортика просто не было бы шансов. Спасибо. Сики Тайсен, ты можешь вспомнить что-нибудь еще? А может ты чувствуешь себя как-то иначе? Сикигами. Говорят, что все, что связано с Сикигами, имеет магический источник. Значит, чем сильнее станет наш друг, тем больше вероятность, что он восстановит свою память. А теперь после возвращения в подземелье, у меня появилось смутное чувство, что я могу контролировать и некоторые его части. Хранитель должен обладать такой способностью. С Казухой вот здесь вот-вот-вот-вот-да, с Казухой здесь не поспоришь. Казуха вайфу на все времена, просто. А я разобрался с монстрами в этой комнате. Все они превратились в рваные бумажки, когда я их победил. Да, и вот эти штуки нам и нужно зарабатывать, побеждая монстров. Угу. Это был захватывающий бой, но, боюсь, я не смог найти способ продвинуться дальше. Сики Тайсен, у тебя, как у Хранителя, наверняка ведь есть какие-нибудь хитрости в арсенале, да? Позвольте мне попробовать. Позвольте мне попробовать. И потерялся у зданий. О, дверь открылась. У меня одной мурашки по коже. А, выглядит жутковато. А кто-нибудь, идите вперед. Ну вас нахер. Чую запах опасности. Это запах монстров. Аромат битвы. Монстры здесь сильные. Нас ждут жестокие бои. Но иного я и не желаю. А вы тоже должны научиться видеть веселую сторону боя. Мне все равно, насколько они сильны. Когда я закончу, от них останется только горстка пепла. Да, кстати, после сражения с Синьянь, бумажечка-то... Не останется. Убедитесь, что вы защитите нас. Особенно Пайман, особенно Пайман. В смысле, особенно Пайман? Сики-тай-сё, чего такое? Я что-то слышу. Эхо. Это место. Да. Когда-то оно было моим владением. Я должен уметь не только открывать двери и активировать механизмы. Паучки, завелись. Сражаться. Я должен уметь сражаться. Я только что вспомнил некоторые боевые приемы. Пожалуйста, позвольте мне помочь вам в бою. Моими... Сики-фудами и мёда. Сики-фуды в бою вряд ли помогут, а вот фаст-фуды перед боем. Эдда. А вы можете использовать магию амулетов Сики-тай-сё во время испытаний, чтобы использовать выбранного вами Сики-фуду. А вы... Ага, понятно. Каждая комната каждого испытания будет иметь особенный аппарат. Активация аппарата... Активация аппарата лечения позволит вам лечить персонажей в боевом отряде. И отряде поддержки. Воскрешать павших персонажей в ваших отрядах или менять состав отрядов. Ага. Испытания содержат скрытые ловушки, называемые полями проклятия. Случайная активация ловушки вызовет взрывы или наложит на вас негативный эффект печати проклятия. Нажмите на мини-карту, чтобы посмотреть детали текущей зоны испытания и определить области, которые вы исследовали, и зоны вокруг них. А вы можете выбрать опцию отлучить... Так, ну это понятно. Так. Нажимаем. Смотрим. То есть идем мы... Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ага. Хорошо. Так, секундочку. Нужно срочно глотнуть кофе и пойдем. Так-так-так-так. Итак, морально я готов к сражению. Погнали! Так, временное ограничение у нас есть здесь или, как бы, нить? По-моему, нить. А, а, это я такой молодец, до боя, да? Взорвал бочку. Ну-ка, ладно. Первые комнаты, я сомневаюсь, что вообще здесь стоит думать хотя бы о чем-то. Было бы еще чем, да? Так-так-так-так-так. Блин, давайте так сделаем. Так, прямо-прямо-прямо и еще раз прямо. А если бы здесь падало что-то, кроме яблок? Не-е-е. А-а-а, нифига. Ладно, хорошо. Здесь падает что-то, кроме яблок. Уровень сложности, само собой, экстремальный. Погнали. Посмотрим хотя бы, что здесь за испытания, и с чем их вообще едят, и едят ли их вообще. Окей. Волки, подождите, подождите, подождите. Подождите. Что-то я тогда дальше не хочу. Ну, типа, а оно мне надо. Оно мне вообще не надо. Блин, прикольная штука. Вот подобные ивенты мне нравятся. Получена печать проклятия. Отойдите. Какая-то, что это проклятие. Так. Дедушка, погнали. Экстремальный, опять же. А-а-а, ну, бросьте. Так. Будьте. Будьте. Экстремальный, это пройдет. Да? Экстремальный. Экстремальный. Давайте. Блин, ну, не знаю. Пока все довольно весело и забавно, да? Ну, кто-то, кто-то отбросит А кто отбросит, там и увидим Чего раньше времени паниковать-то? Кто отъедет, тот был слаб Все Привет тем, кто только-только к нам подошел Так, ну нам же сюда, верно-верно Субтитры сделал DimaTorzok Погнали Я вот надеюсь, временного ограничения же никакого нету Так, подождите, в смысле вернись назад Какая там лестница может быть? Простите, простите, каюсь Каюсь, каюсь, каюсь Бывает, бывает Так, все, справились, хорошо, едем дальше Не, да, методы прохождения ивентов здесь вот прям не поспоришь Так, и куда я пошел? Ну, хотя бы с первым мы почти справились Почему люди хотели сражаться с этим подемельем? По пути сюда я заметил множество поврежденных Сикифуду и всевозможного оружия, а также запах жареной рыбы От кого это все осталось? Жареная рыба Жареная рыба, жареная рыба Все сходится, все сходится Так, Фокси, все, тихо Потом, что нужно будет, мы допройдем, перепройдем Да я сомневаюсь, что мне что-то нужно будет допроходить, перепроходить и все такое Всего должно хватить прям с головой Я сомневаюсь, что от одного пропущенного сундука прям ивент накроется, зафейлиться и все такое А! А! Сук! Собаки! Так, ладно, первая встреча с собаками увенчалась успехом А! Пиро, пиро, пиро Ладно, поехали Да господи, что вы такие агрессивные? Ну Джин, ну ты издеваешься надо мной Так, допустим Допустим, допустим Так, 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 так Так, 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 так Направо Хо-ро-шо! Аппарат лечения Это право или это не право? Нет, это не право Вот право, все Ладно, хорошо Это более запутанное испытание, чем было в прошлый раз Первый лабиринт был даже не лабиринтом, по сути Если уж на то пошло Здесь уже чуточку повеселее, что ли? Да и надо бы Джин, что ли? Ага А зачем мне тратить эти? Непонятно У нас и так все хорошо, а зачем? У нас все даже лучше, чем может быть Понимаю Ну и в итоге-то у нас будет босс, да? Но это ж Но это ж вот-вот-вот Да, это ж прям самое первое Самое первое испытание Вот самое-самое первое Из вообще всех возможных А что ж дальше-то будет? А дальше будет веселье, похоже Так, ну все Здесь мы тоже все зачистили Возвращаемся и уже идем Собственно, к аппарату приговора Угу Так, да, все верно Нам главное Вот прям главная-главная наша цель Это Забрать корону Забираем корону И справились-справились Ай-сюк А зачем корона? Чтобы короновать чичу Само собой У нас чича должна быть коронованной Все Этим просто все сказано Ай-сюк, не Так ведь не работает Нет Однажды я уже на это попался Обычная атака Ну пусть будет Да зачем? Да за что? И Джин такая Вверх лапками Господи Куда? За что? И так плохо А здесь еще вот это Так Так, так, так Так Аппарат лечения Нам же вообще никуда не уперся Правильно? Нам нужно до аппарата наказания добраться Ага, добрались Ну все Поехали Так Все, приехали Хорошо С первой комнатой Мы кое-как Вроде бы справились Да? Ну это, блин, не точно О, кстати Так И что мы в итоге получаем За вот это? М? Оно того стоило Или все же нет? А в смысле? А-а-а А в смысле второй этап? То есть первый этаж я не прошел еще, да? Угу Угу Вкусненько Справедливенько Неинтересненько Каждый из пяти этапов состоит из двух этапов Этапов три Тридцать? Тридцать подобных подземельей? Серьезно? Вы же шутите, да? Сейчас вот Вы шутите Десять Тогда ладно Тогда все не так страшно Ну так, блин, подожди Это же вот только Там же три, по-моему, было этих Уровня Этапов Ладно Там посмотрим В любом случае, ребята Надо бы сделать Небольшой перерыв Буквально на пять минут После которого мы Продолжим Наши страдания Субтитры создавал DimaTorzok